МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадою компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Эпидситуация в регионе. Зрегистрованы третий выпадок захворвания на коронавирус. Аллея землеупарадковальника. У рамках тыдня лесу в Гомель высадили больше, як 150 молодых кленов. Знаковый для региона помник архитектуры. Водовники приступили до рестаурации Юравицкого монастыра. А зараза в гэтым иншим больше подробязна. На Гомельщине зарегистрованы третий выпадок захворвания на коронавирус. Узятый уже Харалельчицкого района мазок, да установчий выник. У списи инфицированных гомельчанин, які наведва у Португалию, а так само и еще одна жыхарка областного центра, якая ездила у Францию. На дадзіный момент тест на вірус здалі каля 700 жыхаров в області. При гэтым медики почали выкористовыць беларускі тестовые системы. У областным центры гігієнной эпідеміології і громадського здоров'я звертаюць увагу на той факт, што зараз на Гомельщине означаюцца рост захворваемости навострые респіраторные вірусные інфекции. Тут же нам прокомментировали ситуацію з жихаром Лельчицкого района, у якого виявлений вірус ковід-19. В Лельчицькому районі Гомельській області зарегістрован один случай коронавірусной інфекції ковід-19. На данний момент заболевший госпиталізован в інфекційну больницю. Определён первый уровень контактних, второй уровень контактних, первый уровень госпиталізован тоже учреждення здравоохранення. За вторым уровнем проводиться медицинське наблюдення. Источник конфицирования пока уточняется, продолжаются противоэпидемические мероприятия по кругу общавшихся с заболевшим. Вообще ситуация по острым респіраторным інфекциям. Сегодня мы отмечаем пік заболеваемости в текущий эпидсезон. Если в прошлом году он пришёлся на конец января-начало февраля, то в этом году, в 2020-м, переместился на март месяц. И основные признаки заболеваний острых респіраторных инфекций или же гриппа, они, в принципе, схожи с признаками заболевания коронавирусной инфекции. Это, прежде всего, высокая температура, кашель может присутствовать, затруднённое дыхание. Поэтому ещё раз акцентирую внимание на том, чтобы при любой высокой температуре, чувстве недомогания, обращаться, прежде всего, к врачу и стараться не выходить в поликлинику, а ждать, пока, если это возможно, конечно же, пока врач вас не посетит дома по вызову. Ну и, если есть такая необходимость, конечно же, телефон 103. 82 пожары у экосистемах. Амаль 110 гектаров пошкодженных огнём, палёв, лясов и торфянников, 15 знищенных побудов и 3 пошкодженные. Их это только за опошние три дни – пятницу и выходные. Такую статистику огучили у Гомельским областным управлением Министерства по надзвычайных ситуациях. Сухой надворье и человеческий фактор на промой уплываются на гэтые личбы. С мытой нагадать про правилы безопасности, воротовальники отправились в рейд по садовых товарыствах и населенных пунктах Гомельского района. На первом подворке, куда завитали воротовальники, становился приклад. Господар спаливая сметти у железной бочцы. Побыч не хопают только рыдлёвки и ведра с водой. Ён худко приносит всё необходимое. Миновата так, повинна быть обсталявана зона для вогнища. Однако такую амалидальную картину воротовальники бачат нечасто. По словах супрацовника МНС, человечая бестурботность, ачасом навод злостный намер. Причины большинства пожаров в экосистемах. Гэтые узгараньи наносят великую шкоду не только природе. Наредко разом с минулогодней травой и кучами смеття огонь знищает дамы, сараи и лазни. Человечая хвяры – я еще один з махчимых выникал. В основном все пожары проходят по вине человека. Люди стараются выпаливать растительность, но при этом создают угрозу зданиям, сооружениям. Ранняя весна – час наведения парадку на садовых участках. Продуктивный процесс прияйте теплые надворья. Слупы дыма, которые поднимаются над будинками – не редкость. Амаль на каждом подворке, на которой заезжали супрацовники МНС, фиксовались порушения. Причин сами дашники были выполнены тем, что все под контролем. Порушальникам попереджение и напоминание про нормы безопасности. В усно и на папиры. Если вы собрались выпаливать сухую растительность, либо сжигать мусор, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Это 10 метров, не менее 10 метров от сгораемых зданий и конструкций. И, конечно же, необходимо, желательно, использовать металлическую емкость. И, конечно же, использовать первичные средства пожаротушения, лопата, ведро с водой. И непосредственно не оставлять место сжигания мусора. До речи, порушения правилов при разведении вогнища отбиваются не только на беспеции. На аллее на толщине кошелька. Штрафы тут вельми серьезные. Максим Савин, Василия Сепцео, Телерадио, компания «Гомель». В «Гомеле» появилась аллея землеупродковальника. Древы высадили уздовж в озеро «Бурое болото». Новую зеленую зону родному городу подарили коллектив Головного управления землеупродкования «Гомельского облаканкама», «Гомель-Гиадесцентра» и проектного института «Гомель-Гипразем». На годы сразу некальки. Это 100 годов дня створения органов землеупродкования региона, год малой родимы и тыдень лесу. Больше как 150 молодых клёнов изъявились уздовж в озеро по баш с пляжем. Корпоративное мероприемство проходило в семейном формате. Занимаясь этой идеей, мы думали о будущем и уже себе представили, когда эти деревья вырастут, нам будет как минимум приятно видеть, что это нашими руками сделана эта аллея. Мы здесь с детьми, опять же, это и воспитательная роль. Они увидят, что таким же образом и они поучаствовали в этом деле. И приятность поколения здесь сыграет свою роль. Землепродковальники обещают сочить за лесом своей аллеи. В Юровицком соборе приступили до долгачеканных работ по его одновлении. По коль, об терминах их закончения сказать рано. Важно все сделать якостно, а для этого, зрозумело, потребуется час. Знаковый для региона помник архитектуры, який макчима довольно худко повстанье в своем першопочатковом выгляде, наведал Дмитрий Котау. Юровицкий монастир был побудованный на приконце 17-го стагодзя. Спочатку это был обычный дравляный дом. Он был сделан для захования иконы Божией Матии, которая трапилась сюда, с территории Тагачасной Украины. У весь час, как мясовые жихари, так и гости отчували чудотворную силу иконы. Люди ощущают эту защиту, на самом деле ощущают. То есть никакие катаклизмы, кроме человеческого равнодушия, не нанесли вреда даже этому комплексу. И только вот именно человеческое равнодушие сделало свое дело уже в 20 веке, в советские времена, то есть когда уже стали разрушать собор. До этого невеликая отечественная война, причем с его самым мощным боем по освобождению Калинкельского и Музырских районов под названием «Операция Багратион» не нанесли вреда совершенно этому месту. У 19-м стагодзе икона была вывезена. Счё не я нас находится у Кракове. На ее местце у Юровичах засталась докладная копия, однако и она была сгублена в 20-м стагодзе. И всё же Божия Мать и не покинула это место и заховала свое заступничество над им, означают представники духовенства. В 2006-м году в Нижнем храме была знайдена иншая копия. С ее заявлением повстала надея и на худкое дрожжение храма. Початок ремонтных работ к рыху затягнулся. Первый этап распочался только в минулом году. А уже в этом стало зрозумело, что за справу взялись серьезно. Собором и оградой занимаются у нас государством, Министерство культуры, тут дальевое строительство, регистрация и областного, и республиканских бюджетов. И в этом году уже довольно таки неплохо выделили довольно таки приличную сумму уже для того, чтобы сдвинуть это с мертвой точки. С подшатку не обходно привести у парадок фасад и подвести коммуникации. А уже после будовники дойдут до внутренних работ. Казать про термины зараз заучасно. Головное, что выделены сродки и есть жадание отродить этот храм – уникальный помник архитектуры и религии. Это чистейшая барокко. И, в принципе, когда он будет восстановлен, мы это увидим. Увидим всю эту красоту, эту воздушность, скажем так, присущую барокко. И архитектура очень похожа на архитектуру Бартоломея и Франческо Растрелли в Санкт-Петербурге. Я, когда видел Смольный собор в Питере, что-то родное почувствовал такое. С нетерпением просто жду, когда здесь закончатся реставрационные работы. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Калинковицкий район. Сегодня у Гомельским областным громадско-культурным центром отбылась пресс-конференция. На ее представники Гомельской областной организации Республиканских громадских объединений «Белая Русь», Гомельской пограничной группы и средней школы номер 3 города Гомеля обмерковали створение музейной экспозиции. И она будет присвячена истории органов пограничной службы. Проект промеркован до 75-ти годов Великой Перамоги. Месом его размещения станет музей средней школы номер 3 города Гомеля имя Дмитрия Пеняськова. Установа адвокации давно славится высоким узроем военно-патриотичного выхования, а так само супрацовництвом с гомельскими пограничниками. Музейная экспозиция раскрыет тему пограничной службы с разных боков, расскажет не только об ее минулым, но и об сучастности. Повенная частка материалов будет присвячена пограничникам, которые выполнили воинский обвязок в других краинах. Также гомельская пограничная группа будет стараться проводить какие-то тематические вечера. Также туда будет непосредственно помимо учащихся будет приглашаться и военнослужащие. Организаторы проекта плануются открытие экспозиции не позднее 9 мая и спадеются, что она знаде в отгук у сердца гомельчан. Когда у вас есть каштонные фото, предметы, которые датычатся истории пограничной службы, и вы ждете увековечить их в витрынах будущего музея, телефонуйте по номеру 331300 и 550227. Выставочный проект без термину «Даунины» открылся у Палацу Румянцевых и Паскевича, и он присвеченный 75-ти годзю Великой Перамоги и объединял работу музея у разных краин. Экспозиция включает материалы фотовыставы «Капитуляция Германии» май 45-го, подрихтованной супрацовниками Белорусского державного музея истории Великой Айчиной войны и Германа Российского музея «Берлин Карлхорст». Фотографии и документы передают атмосферу, и кайпановала у Европе на момент подписания акта об капитуляции Германии. Экспонаты с фонда у музея Гомельского палацево-паркового ансамбля расскажут про процесс вертания именов невядомым героям войны. Дякують шипошуковой деянности супрацовников музея десятки людей доведалися про лес и подвиги своих взниклых родных. Бригада музейных сотрудников, которую очень часто возглавлял старший научный сотрудник истории советского периода Николай Семенович Царьков, это выдающийся человек, который всю свою жизнь посвятил, можно сказать, вот этому вот благородному делу, выезжала на место, чаще всего с волонтерами, это могли быть учащиеся каких-либо учебных заведений, это могли быть также и местные жители, которые проявляли энтузиазм и подключались к поискам, это могли быть экскаваторщики. И вот все вместе, такими народными усилиями, они из глубин болот доставали эти обломки самолетов и останки летчиков. Еще один блок проекта присвечены деянности пошуковых отрадов. Их удельники працуют в местах битвов и воинских похоронений, и шукают архивные документы. Своим опытом делятся супрацовники Российского державного и историко-культурного и природного музея-заповедника Грибаедова «Хмелита». Яны презентовали материалы об деянности пошуковых отрадов Смоленщины. И нехай поколенные памятают. Наученцы у нашего региона запрашают сдауделы у творчым конкурсе при меркованном до 75-ти годе перемоге у Великой Айчыной войне. Конкурс на керованы не только на развитие творчости, но и на веданні истории. И он проходит в двух номинациях. Графичные паштовки «Дзякуй-табе солдат» должны показать авторский подход к дизайну и креативности. А панорамы память народа адлюструются на электронных картах мястины, связанные с боевыми подвигами. Конкурсные работы принимаются в областном центре технической творчости «Дзятей и молоди» до 20-го «Красовика». На жаль, весна на гэтым тыдне покинет позиции. По прогнозам синоптиков чекается похолодание и навод снег. Но ненадолго. В первой половине тыдня дзенная температура будет от 0 до плюс 5. Завтра в регионе чекается мокрый снег и полночный ветер до 15 метров за секунду. С четверга почне поступово теплеять, поветро прогреется до 7 градусов. В пятницу полночный ветер изменится на полдневый, тому температура подымется до плюс 9. Это и так сама иншая новина. Информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресе www.tevergomel.by На этом выпуск завершен. Усего вам доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Пять сдачных домов и три хозпостройки уничтожены в результате только одного пожара, произошедшего минувшую субботу в Мозырьском районе. Днем ранее из-за выжигания травы в области уничтожено семь и повреждено три деревянных строения, сообщили в областном управлении МЧС. Тревожный сигнал в службу спасения поступил около двух часов дня в субботу. Вблизи деревни Лубня Мозырьского района на территории дачного кооператива «Парус-1» произошло возгорание сухой растительности. Спасателями был ликвидирован пожар, однако огонь успел стеной пройтись по 13 дачным участкам, уничтожив практически все на своем пути. Схожая картина, но в меньших масштабах наблюдалась днем ранее в деревнях Мордвин и Адасе Петриковского района, в агрогородке Буйновичи-Лельческого района, в деревне Казимировская-Слободка-Жлобинского района, в деревне Вересница-Житковичского района. Во всех вышеперечисленных случаях обошлось без пострадавших. МЧС напоминает, что сжигать растительный мусор на своем участке разрешено только в безветренную погоду под постоянным контролем с обязательным соблюдением всех норм и правил пожарной безопасности. Несмотря на достаточно широкую профилактическую работу, проводимую МЧС по различным направлениям деятельности, избежать человеческих жертв в минувший викенд не удалось. Трагедии произошли в Ветковском, Калинковичском и Будокошелевском районах. 28 марта тревожный звонок к ветковским спасателям поступил от сотрудников милиции сообщением об обнаружении следов горения и двух погибших в жилом доме по улице Первомайской районного центра. В доме проживала 89-летняя пенсионерка и ее 61-летний сын. С целью установления точной причины смерти их тела направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Днем ранее в агрогородке Горбович и Калинковичского района еще до прибытия на пожар подразделений МЧС местные жители вынесли из горячего дома хозяина без признаков жизни. Работники скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины. В этот же день в деревне Руденец-Узовский Будокошелевского района также местные жители успели вытащить из огня хозяина дома 1955 года рождения, который впоследствии был госпитализирован. Позже при ликвидации пожара спасателями в комнате на кровати была обнаружена мертвая женщина. Предполагаемой причиной пожара во всех случаях стало неосторожное обращение с огнем при курении. Пользуясь случаем МЧС Гомельской области призывает граждан ни в коем случае не курить в постели. Эта пагубная привычка может привести к печальным последствиям. Горячими выдались выходные и для гомельских спасателей. Им пришлось ликвидировать пожар на производственном предприятии. В субботу около 4 часов утра по телефону 101 поступило сообщение о пожаре в складе по улице Бабушкина в Гомеле. По прибытии к месту вызова открытым пламенем горел склад готовой продукции. В результате пожара он был сильно поврежден, а находящиеся в нем 1010 упаковок продукции из пластика уничтожены. Человеческих жертв нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара нарушения правил эксплуатации электросети и электрооборудования. В предвыходные и выходные дни сотрудниками госавтоинспекции всей области зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека были травмированы, среди них один несовершеннолетний. В субботу днем 25-летний водитель в Брагине, управляя автомобилем Opel Astra, совершил наезд на 10-летнего велосипедиста. Школьник переезжал проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил травмы, с которым был доставлен учреждения здравоохранения, где после оказания медицинской помощи отпущен домой. В этот же день примерно в 16.00 64-летняя женщина, управляя мопедом Хорс, при движении по автодороге Просвет-Горки-Корени, не справилась с управлением и совершила падение на проезжую часть дороги. В результате водитель получила травмы, с которыми была госпитализирована в травматологическое отделение райбольницы. Женщина имеет водительское удостоверение соответствующей категории и управляла мопедом в мотошлеме. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать повышенные меры безопасности, особенно в местах возможного появления детей. Напомним, с сегодняшнего дня в школах начались весенние каникулы. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь-Чутерегомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Мозырьская славя одержала первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси по футболу. Перед родными трибунами обыгран Батэ. На 10-й минуте счета открыли гости. Полузащитник Борисовчан Вильям Торн Вильямсон поразил правый верхний угол ворот хозяев. Еще до перерыва Мозыряний счет сравняли. Никита Мельников добил в сетку отскочивший от голкипера Батэ мяч. На самом старте второго тайма форвард Мозыряны вновь праздновал взятие ворот и снова не обошлось без ошибки вратаря гостей. 2-1 победа Слави. В турнирной таблице команда Михаила Мартиновича на 10-м месте. В чемпионате Беларуси по мини-футболу сыгран предпоследний тур регулярного этапа. Гомельский ВРЗ в столице крупно обыграл Минск 7-2. Дублем в составе вагоностроителя отметился Иван Заяц. В паркете подопечные Дмитрия Камека играли со Светлогорским ЦКК. Еще до экватора первого тайма хозяева паркета создали для себя комфортное преимущество 3-0. Отличились Еремин и дважды Гуменюк. В оставшееся до перерыва время команды обменялись голами. У железнодорожников забил книга у ЦКК Пугач. Второй тайм также начался с голевых атак хозяев. Андреевский и Мазной сделали счет 6-1. Волков сократил отставание. Правда, вскоре Жариков вновь вернул БЧ Гандикап в 5 мячей 7-2. Последнее слово в поединке сказал Сгурский, реализовав 10-метровый. Итог 7-3 победа БЧ. Игра такая была как вам сказать во-первых гол не засчитали 100% гол который забил воротар наш там никакого нарушения не было при счете 4-2 не знаю как игра повернулась но команда конечно сильная но я понимаю не судишь решает игру во-первых сколько моментов один сколько не забитых выходило на 1-1 а так игра получилась нормальная команда хорошая Это такая как называют игра для зрителей возможно может у экранов их было достаточно чтобы насладиться такого рода игрой но что касаемо такой организации игры то все-таки наверное мы больше сбились на игру соперника который играет достаточно как бы это сказать непредсказуемо и иррационально 4 апреля решится судьба первых трех мест в турнирной таблице на золото претендует БЧ Витен и столица причем меньшане и аршанцы сыграют между собой им БЧ отправится в гости к Борисову 900 ВРЗ гарантировал себе четвертое место по итогу регулярки ЦКК в преддверии 22-го тура занимает девятое место мужская команда гонбольного клуба Гомель на домашней площадке обыграла Гродненский кроном исход поединка решался в заключительное мгновение гомельчане которые ввели в счете сумели удержать преимущество 28-27 запланированный на завтра домашний поединок против БГК имени Мешкова перенесен на 4 апреля на этом пока все с новостями спорта ознакомил Максим Савин оставайтесь на Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова